Всем здравствуйте! Дирижер и альтист Юрий Башмет заявил, что не хочет выступать в Европе после антироссийской риторики, из-за которой под запретом оказались русская культура и отечественные артисты. О своей патриотической позиции он не боится заявлять публично, также не беспокоится о последствиях. «Мы хотим, чтобы все люди жили. Но мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили уверенно. Поэтому мы все делаем правильно. И мы победим», — говорил Башмет об операции по защите соотечественников. Пока многие его коллеги опасливо держали нейтралитет. Но если страны Запада в ответ запретят на своей территории Башмета и его оркестры, небольшая проблема. Препятствия музыканта не пугают, к ним привык давно. Артист уверен, что русские музыканты всегда были лучшими за рубежом, поэтому Европа сама себя накажет, если решит распрощаться. В Российской Федерации культура только расцветет, а там лишится жемчужин. Совершенно не боюсь реакции западных коллег. Да и не хочу там выступать. Мне интереснее сыграть откровенную ноту в городе Бугульме, чем в Париже. И уж тем более, чем в Нью-Йоркском Карнеги-Холле или в Амстердаме, заявил дирижер. Как отметил Башмет, даже за деньги он не готов дарить свои искренние эмоции, свою музыку чужим людям, которые стоят в прогибающейся позе. Альтист подчеркнул, что любит свою страну и уважает президента Владимира Путина. И эту его позицию не сломить. Более того, за границей для него не осталось ничего нового и интересного, играл там тысячу раз. И уважали там за то, что отыграв уезжал. Уважали за то, что у меня есть мой дом, у меня даже мысли не возникало остаться там, сказал маэстро. Российская публика любима Башметом за трепет перед музыкой. В снежном зимнем Магадане его всегда встречает полный зал, никто не выбирает теплый дом и телевизор вместо концерта. Особенно ценно, что люди приобщают к творчеству детей. По словам дирижера, нигде в мире нет такой страсти к прекрасному. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.